Всем привет, с вами я, Стинт, и у нас сегодня новый проект на моём канале, который называется Аналитика. CSGO. Ну, там CSGO, потому что это в CSGO, но думаю, понятно. Я буду разбирать игры матчмейкинг, точнее, игроков определённых на этих играх, и буду смотреть за тем, что они вытворяют. Как вы понимаете, вытворять они будут полнейшую херотень, поэтому это будет, думаю, забавно. Разумеется, мы будем всё комментировать, говорить, делать ошибки, иногда охеревать, и, конечно, возможно, дать ему какие-то советы. Правда, я не уверен, что этот человек будет смотреть данное видео. Сегодня мне предоставили игрока Хайзенберг. Ну, я так еле-еле понял его ник. А предоставил его один из членов команды огурцов, R2. Большое моё спасибо за этого персонажа. Думаю, мы сегодня повеселимся. Ну что тогда, поехали! И интересно, что они будут делать на первом раунде. Так, то есть, я понимаю, эта карта у нас кеш. Вон-то, как раз-таки, R2 играет вторую калашку, ребят. Значит, в принципе, наверное, звания тут будут и такие же. То есть, сразу же судим по рамке вторых калашов. Ребята, видимо, собираются делать фаст под Б. Будем следить за тем, что делает наш парень. Увидал парня в коридоре, пытается его прострелить. Но тут его ошибка. Так, действительно, что-то взял СЗ-шку. Сидит. Кого-то ждёт ещё вдобавок. Ммм. Парень, то есть, уверен, с бомбой. Подожди, Хайзенберг, у тебя бомба, чувак. Так, ты хочешь ещё скинуть своему тиммейту, например? А, ты пошёл в мейн с друзьями. Хорошо. Смотрим про дару, что происходит тем временем на мейне. Так, скрипт, я так полагаю, сейчас выйдет. А мейн уже раздолбали. Да, вон скрипт тоже забрали. И парень с бомбой вышел в открытую. Я аплодирую этому идиоту. Хорошо, посмотрим, что будет твориться. Мамфкс даёт опен фраг. Так, сразу же, ребята стоят. Хайзенберг там вообще без бомбы, без всего. По факту он должен сейчас первым выходить, но он даёт бомбе время чекать. Сейчас ещё... Он мудила? Нахрена ты идёшь за спину своего товарища, причём который с бомбой? Почему ты даёшь ему первым отстреливать, когда у него, не знаю, пакет, чувак? Ты должен разыгрывать это место. Тебе сделали опен фраг. Ну всё, значит, бэк, ребят, бэк, идите на бэк. Идите на бэк, не выходите. Не выходите на... Ладно, хорошо, ардвазил минус, молодец. Есть шанс. Нет, ну я говорил, что есть шанс, но... Когда я это говорил, я думал, что выйдите и чекнете. В крайнем случае ты, потому что ты выходил по трактор. И нихера не чекнул. Это гениально. Хотя надо вспомнить, что все плачи... О, дал хэдшот, причём неплохой. Молодец, парень. Дальше что будет? Вот сразу же увидел на хэлпе парня. Мухаешечку, да ладно, Хайсберг. Иди ставь пакет, давай. Парень, иди ставь пакет. Пакет, всё, забрал. Отлично, иди ставь пакет. Ты куда бежишь? Иди ставь пакет, парень. Иди ставь... Просто грёбаный аутист. Я не могу взять. Ладно, он хорошо, он забрал парня на хэлпе. Но зачем было дальше давить? За ОП взял? Хорошо. Скинул бы бомбу, без проблем. Он пошёл просто с бомбой и слил. Слил. Он не поставил ничего. Ребята просто отлично зашли на плент Б. Отлично. Им даже повезло. Это был их раунд. Но этот аутист просто слил пакет. Ради конченого фрага. Хорошо. Я говорю, повторяюсь, он мог скинуть пакет. Но он побежал с ним. Насколько там будет просто аутистом? Я не понимаю. Смотрите, парень что-то мучается. И шифтит, прям потеет, видно. Только проблема в том, что вот в местах, где он шифтит, там ни хера не слышно. Потому что... Ну да, ты здесь тоже пошифти. Вдруг там тебя обходят, а то там парень сидит у тебя в ангаре на меде. Он же 100% тебе не даст инфы. Так, опен фраг на меде. Неплохо. Хайземберг в этот раз не решается шифтить, между прочим. Просто, ну, смысл шифтить? А, вот здесь пошифтим. Так, мамка сделал еще в этой скрипте минус. Ну все, теперь, ребята, просто надо выходить, потому что там лишь штука 1а. Все, Хайземберг, вперед. Вперед, Хайземберг, вперед, атакуй! Завали! Так, конечно, у вас есть инфа, что плента, выходите. Там в ВП скрипте. Ребята, выходите. Он сделал минус 2 на этом пленте, можно сказать. Выходите, вас двое, даже трое. Он один. Ребята, выходите. Один на пленте. У вас просто численное преимущество. Выходите. Смогли. Просто смогли, ребята. Что, ребята? Между прочим, у нашего Хайземберга теперь АВП. Подсмотрим, как он реализует его. Напомним, то, что пока что у нас, насколько я видел по просмотру данной демки, лишь нормально разобавался с АВП. Вот, ну, мама, я в КС. Вы помните, тут Т-2. Посмотрим, что сделает Хайземберг. Учитывая, что у ребят 3 АВП в команде на атаке. А это хреново. Парня бустят. Очень мило. Сразу же прочекивает мид. Вдруг есть противник. Замечаем, что просто за парнем, сзади него, сзади него реально противник. Просто парню надо повернуться. Ну, нафига? А, сейчас его тиммейты заберут. А, его не заберут. А, забрали все. И заберут его. Блестящая организация АВП. Весь раунд сидим на бусте, никого не видим, не смотрим в спину, где мы уже понимаем, что нас поджимали. А потом подыхаем. Поздравляем, парня. Поздравляем. Ну что, Хайземберг, разумеется, дает возможность выходить, чекать все АВП. Который дал, между прочим, инфу. Сейчас Хайзембергу просто выйти. Ну, тут, конечно, молотом. Вот, незадача, фиг выйдеть. А смок мы не будем кидать, потому что у нас его нету. А, реально, у нас его нету. Ну, ни у одного из этих ребят не было смока. Просто ни у одного. Ой, ребят, спустя столько раундов, его друг жесткий решил вернуть АВП этому Хайзембергу. Ну да, верно, ведь в прошлый раз он так его блестяще реализовал. Хорошо, я уверен, в этот раз он реализует его по-другому. То есть, в положительную сторону. Может, я зря критикую, может, парень действительно сильный игрок. К Хайзембергу тоже бы пришло время выйти. Пришло время реализации АВП. Причем, он знает везде, где противники. Потому что инфа-то была. Не зря, что вы тиммейты умерли. Ну, давай, Хайземберг, скажи, что ты... Не зря купил. Не зря тебе дали, точнее, АВП. Ну что, ребят, плент А забрали. И он своим R2, с R2, между прочим, так идут на шефте, пытаются забрать противника. Ммм. Вот это спрей, я понимаю, ребята. И что я могу сказать об этом? Парень совершенно не думает. Он не следит за обстановкой на карте. У него проблемы, действительно, с АИМом. Что я могу посоветовать этому парню? Играть постоянно на миксах. Постоянно. На этом, ребят, пилотный выпуск аналитики у нас заканчивается. Обязательно поставьте лайк, если вам понравилось это видео. Пишите в комментариях свое мнение об этом игроке. На сколько он крутой. А на этом все. Подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok